добрый день дорогие друзья с вами Щербаков Дмитрий и я рад приветствовать вас на мастер-классе автокад для начинающих знакомства с программой встретились мы с вами на платформе школы профайл цифры перед вами школа профайл это более 65 тысяч студентов это 60 61 курс в различных форматах гибридном онлайн об этом тоже расскажу позже и это очень серьезная организация 10 лет на рынке разные времена это не связано как видите с тем периодом когда все активно переходили в онлайн школа профайл основана была гораздо раньше поэтому база наработана преподавателем и сама структура я думаю те кто не первый раз не на первом мероприятии школы профайл это подтвердят это я здравствуйте еще раз архитектор по образованию дизайнер сертифицированный тренер автодеск автокад и скетчап опыт работы в автокаде у меня уже более 15 лет и как видите я обучил эффективной работе в автокад более 700 специалистов начинал я с преподавания оффлайн сейчас уже больше превалирует онлайн тоже есть между этим свои нюансы если вам будет интересно можем об этом поговорить чуть позднее программа у нас следующее я расскажу немного о программе о производителе о самой программе о смежных программах программных продуктах поговорим о том где и как ее скачать сделать это естественно официально с официального сайта и получить лицензию далее мы рассмотрим 2d проектирование это у нас создание плоских чертежей следующее это у нас будет 3d моделирование визуализация и посмотрим как раз таки как устроен личный кабинет студента и само устройство курсов расскажу как это выглядит итак о программе программа полностью называется автодеск автокад автодеск это производитель это крупнейший мире поставщик программного обеспечения а далее название программы автокад и следом идет название нумерация версии на текущий момент актуальная версия автодеск автокад 2023 хотя уже в апреле обычно март-апрель они выпустят следующую версию она будет называться 24 всегда с опережением на один год идет нумерация программных продуктов есть на официальном сайте автодеск точка ру можно посмотреть количество программ очень большое но самый первый программный продукт который компания сделала и начала развивать случилось это уже более 40 лет назад эта программа автокад и до ее создания конструкторские бюро и проектировщики выглядели примерно так как сейчас на иллюстрации кстати кто из вас знает что это за устройство у них вот помимо рабочих столов горизонтальных поверхностей на которые можно было как видите даже прилечь вот это устройство как называется кто знает вижу что александр знает данную раскладку во время не сменили кульман абсолютно верно вот так он выглядит я к слову тоже работал за кульманом по образованию как я сказал я архитектор и ручная графика это то чем мы занимались первые два года обучения и естественно все сначала чертилась руками почему эта картинка здесь автокад иногда называют электронным кульманом и когда эта фраза произносится мне кажется где-то обижается один разработчик автокада потому что электронным кульманом ну может быть на пять процентов он и является а все остальное это уже автоматизация этого электронного кульмана два примера слева у нас опять же работа за кульманом справа уже то как сейчас она примерно выглядит конечно не обязательно иметь такое количество мониторов чтобы работать в автокад но в целом это это удобно когда у вас он не один на два или хотя бы один но большой большой диагонали скорость понятно да в чем заключается если мы должны сначала наточить карандаш потом провести линию он со временем тупится нужно снова его и так далее это все отнимает время скорость точность естественно тоже в автокаде она безупречная у нас там доли миллиметров можно высчитать делать совершенно разные разработки совершенно разных по масштабу изделий и ювелирных и предметного дизайна то что вас окружает любой предмет компьютерная мышь ноутбук лампа так и более крупные элементы автомобили и даже дома города районы так далее все это позволяет делать автокад и точность это его конек естественно хранение то есть вы понимаете хранить чертежи на огромных форматах это все нужно скрутить в рулончик положить в тубус заархивировать потом теряется временем свои свойства выцветает если куда-то повесить и так далее все это на поверхности лежит долго на этом остановиться не будем естественно автокад гораздо в этом плане удобнее ну и за 40 лет как я вам уже сказал программа претерпела множество изменений и я начинал работать достаточно давно в этой программе и изменение интерфейса очень сильные произошли и сейчас по моему мнению особенно когда я обучаю студентов я понимаю что для обучения сейчас идеальный вид автокада потому что кнопки стали гораздо крупнее они с подписями автокад локализован на 16 языков мы будем работать в английской версии но также можете использовать любую другую все кнопочки абсолютно на тех же местах расположены привыкнуть очень просто мы переходим к следующей теме это где и как скачать на самом деле немножко усложнился процесс скачивания и установки связи с событиями годовалой давности вот но наша техническая поддержка очень мощная мы совместно разработали инструкцию по которой каждый из вас на любую операционную систему windows или mac сможет установить автокад сделать это с официального сайта даже если вы сейчас я вот выложил кусочки этой инструкции если вы сейчас начнете вот по ней работать по этим кусочкам там приблизите за скрините к сожалению у вас не все получится потому что самое главное здесь это получить подтверждение статуса учащегося на курсе и это подтверждение вам сделает школа профайл что вы зачислены на курс что вы обучаетесь и это даст вам право скачать автокад с официального сайта с официальной лицензии студенческая и соответственно с полным функционалом далее мы переходим к теме 2d проектирования автокад программа универсальная подходит как для 2d проектирования так и для 3d моделирования огромный пласт наверное превалирующие это все-таки 2d у нас этому посвящено очень много тем и давайте некоторые нюансы я покажу начнем с самого нуля так как у нас есть новички я еще немножко про автокад его востребованность на рынке когда сказал про 40 лет может быть некоторых напугало что такая возрастная программа нужно ли она до сих пор самый простой способ проверить востребованность какого-то скилла я считаю это зайти на сайт поиску работы вот один из них и ввести в поиск автокад и посмотреть что да действительно это слово оно встречается ну конечно видя определенные должности одного автокада будет недостаточно вероятно но как видите встречается он достаточно часто помимо него что еще требуется solid кстати указано да что автокад не только 2d но и 3d поговорим об этом сегодня автокад revit знание автокад microsoft офис автокад компьютерная грамотность здесь и здесь тоже автокад и вот указано компас то есть еще программа аналогичная это программа российского производства ну в целом практически полностью идентичная гораздо более молодая программа и некоторых возможностей в общем они очень похожи если вы будете работать в одной из них вы сможете без труда использовать другую если вдруг придя на какое-то предприятие там не окажется автокада будет компас лицензия дается на один год виктория отвечая на ваш вопрос так давайте начнем первое эффективная навигация в чертеже есть вот такой файл floor plan sample он вам на самом деле тоже будет доступен когда вы автокад установите на стартом окне вот здесь будет сразу этот файлик floor plan sample потому что он демонстрационный вот самой компании автодеск он всегда в любом автокаде который вы установите будет присутствовать сейчас я просто хочу показать напомнить и как-то сгладить ваше впечатление если вы автокад впервые видите может создаться впечатление что это какая-то сложная программа очень много кнопочек и чтобы не было вот этого страха от чистого листа смотрите насколько здесь все на самом деле просто интуитивно понятно если вы работаете с мышью то вращая колесом мыши вы приближаетесь либо чертежу либо отдаляетесь от него размеры этого чертежа этих комнат они остаются такими же как и были это вы относительно них отдаляетесь либо приближаетесь эта операция называется зумированием важный момент в том что зумирование будет происходить в тот фрагмент куда у вас направлен курсор курсор это вот это перекрестие которое я сейчас перемещаю если курсор направлен в левый верхний угол чертежа не нужно никуда нажимать вы вращаете колесо мыши и приближение происходит именно сюда если вы направили в другой фрагмент то приближение происходит туда очень здорово очень интуитивно понятно это работает если вы уже приблизились и вам нужно чуть левее чуть привет правее посмотреть вы зажимаете колесо мыши как кнопку удерживаете и перемещаете мышь левее правее вот таким образом вы панорамируете если вы в подобных программах работали вам для вас это труда естественно не составит перемещение там организовано примерно везде одинаково методы выделения объектов самый простой да как мы в проводнике если нужно выделить какой-то файл что мы делаем просто на него кликаем все мы его выделили здесь тоже самое кликнули по объекту мы его выделили кликнули по еще одному тоже он выделился и так далее тут небольшое отличие до того как у нас происходит это скажем в проводнике потому что если мы один файл выделили затем выделили другой с него выделение снимается вот здесь по-другому просто потому что зачастую мы используем множество объектов и для того чтобы нам не удерживать кнопку control либо shift выбор всегда плюсуется это первый вариант вот просто мы кликнули на объект второй вариант тоже вы его знаете уверен все если вы удерживаете левую кнопку мыши и растягиваете рамочку то вы выделяете какой-то диапазон объектов примерно так же это работает здесь только кнопку левую кнопку мыши держать не нужно мы кликнули отводим влево объекты выделились есть нюанс очень интересный который разработчики придумали смотрите если я кликаю и затем отвожу влево у меня рамка зеленого цвета если отвожу вправо она синяя для чего это сделано если обратите внимание на значок который рядом с курсором станет чуть понятнее но в целом я сейчас объясню зеленая рамка при пересечении объекта она его выделит синяя рамка при пересечении объекта его не выделит только когда объект полностью попадет в эту рамку он будет выделен вот этот объект чтобы выделить синей рамой вот сейчас он попадает не полностью а вот теперь полностью видите вот эту грань теперь он будет выделен когда это может использоваться при выделении скажем вот этих мелких объектов зеленая рамка должна быть очень узкая есть вероятность задеть случайно другие элементы синей рамой мы можем действовать более вальяжно как видите она полностью поглощает эти маленькие элементы не задевая остальные поэтому выделение срабатывает это так совсем для начинающих давайте пойдем дальше не хочу вас распугать если вы уже автокад знаете умеете в нем работать дальше будут темы чуть сложнее давайте расскажу это сейчас просто для понимания что программа несложная все очень просто и есть вот такие моменты интересные от разработчиков кстати да по навигации еще если вы отдалились от чертежа это есть такой синдром новичка я часто это встречал особенно когда в оффлайне преподаешь ты же все мониторы видишь у студентов они обычно так полукругом вокруг тебя расставлены видишь у кого что происходит начинаем работать первый раз кто-то из студентов обязательно сильно зумирует потом панормирует и теряет свой чертеж что делать на самом деле все очень просто нужно сделать двойной клик колесом мыши двойной клик и все что у вас начерчено она вписывается в границы экрана если бы у меня было больше объектов скажем здесь вот так то они бы тоже были вписаны вот видите теперь они тоже видны если я их удаляю двойной клик то только то что у меня начерчено она впишется в границы экрана давайте едем дальше какой функционал еще есть и если вы в так аде работаете или видели как работают другие вы могли встретить вот такую ситуацию сейчас мы обсудим на то практично это или нет продукт вашей деятельности если вы дизайнер интерьера это альбом альбом распечатанный либо формате pdf то есть это формат а3 как правило и разные листы титульный лист понятно там название проекта адрес может быть указан да ваши данные как разработчика чтобы с вами связаться в случае чего вот и набор листов обмерный план план расстановки мебели так примерно выглядит обмерный план когда вы пришли на объект потом может быть план перепланировки план расстановки мебели план полов потолков и так далее поставьте пожалуйста плюс в чат если вы видели или сами сами грешите этим или грешили вот такой истории когда у вас в пространстве модели каждый лист это вот такой отдельный прямоугольник со штампом и вот идет здесь что у нас обмерный план здесь план расстановки мебели и оборудования план демонтажных работ план монтажных работ и так далее я это рассказываю для чего для того чтобы подчеркнуть что на моих курсах мы будем пытаться ну точнее изучать программу так как это было задумано разработчиками почему вы могли встретить другой опыт вот скажем вот такую картину она еще до сих пор встречается программа не молода да и многие когда начинали в ней работать начало это было следующим образом программу открыли и самостоятельно начали кликать по кнопочкам и что-то понимать так как я вам говорю что она достаточно интуитивно и что-то получалось но как сделать это правильно так как задумали разработчики не всегда доходило до этого дела скрывать не буду у меня тоже студенческие годы не было ни возможности ни времени не знаю почему так сложилось но я не сразу пришел к обучению ну а в универе почему-то этому не обучили просто сказали вот теперь мы переходим на машинную графику и вам нужно начертить этот проект уже в автокаде вот где-то у одного однокурсника услышал где-то у другого подсмотрел кто-то подсказал как чего чертить и как-то проекты создавались и создавались они примерно вот так это неплохо и когда проект распечатан вы не поймете как он сделан какой логикой вот такой я сам силы обучился или тем как я вам покажу и как я буду вас учить вот но если необходимо будет сделать какие-то корректировки давайте посмотрим вот в этом варианте когда у нас каждый лист это отдельный вот такой кусочек в модели вы видите да что это одно и то же помещение одно и то же здание здесь одно и то же здание здесь здесь и так далее вот это все один и тот же объект просто с разными наполнением где-то мы показываем как у нас мебель стоит где-то мы показываем как на светильники расставили розетки и так далее так вот если мне нужно это проект вы показываете его заказчику у вас постоянно могут возникать на разных этапах те или иные корректировки и вдруг вам нужно перенести стену сместить буквально ошибка произошла при обмерах на 100 миллиметров вам нужно ее сместить в этом случае вам нужно в каждом в каждом листе а у вас в проекте их может быть 10 а может быть 20 или 50 зависимости от сложности и так далее вам нужно будет в каждый листик зайти стеночку взять выделить и сместить ее вот на какое-то расстояние сместили подтянуть размерчики туда штриховки и так далее да александр отвечу на вопрос вам этот курс тоже подойдет для создания чертежей и деталей абсолютно верно это как один из примеров просто того что примеров логики если изначально научиться не очень правильно то потом будет сложно объясню почему вот конкретный пример мы делаем корректировку и мы вынуждены то есть другие то листы никак не изменились на них все точно также и как видите в случае корректировок этот способ он очень опасен тем что вы будете человеческий фактор никто не отменял ошибки будут возникать где-то вы забудете передвинуть где-то вы передвинете не на то расстояние и как видите времени это очень много будет занимать в каждом фрагменте вам нужно будет подвинуть эту стеночку если мы изучаем автокад так как это задумано было разработчиками то мы работаем не только в модели но и в листах в модели у нас казалось бы вот такой хаос у нас все здесь друг на дружки но весь плюс в том что у нас из одного изображения из одного плана мы формируем разные листы это все сделано из одного плана в чем плюс то тот самый пример со стеночкой смотрите я иду и у меня гараж увидели автомобили стояли да и я хочу вот этот размер я хочу увеличить его на один метр давайте так я сдвигаю на один метр вот да мне понадобится еще немножко подкорректировать тут подтянуть штриховку здесь я это сделаю здесь и вот здесь но у меня эти изменения произошли сразу во всех листах смотрите план расстановки мебель здесь тоже произошло кстати штриховки тоже подтянулись размерчики нужно будет еще сдвинуть на плане полов тоже изменения произошли и делается это ничуть не сложнее в плане изначальный проект изначального проектирования делать каждый лист модели это неправильно и это ведет множество ошибок и кучи потраченного времени нерационально если же мы работаем в листах мы без проблем можем подправить тот или иной элемент потому что у нас все создается из одного плана так надеюсь я вас не запутал таким обсуждением но тут две крайности либо я рассказываю что-то очень простое и могут заскучать те что что-то то что-то понимают либо мы будем чередовать в общем забегая вперед курса 2 у меня есть в школе profile это базовый и продвинутый в базовом мы начинаем с абсолютного нуля просто с нуля устанавливаем вместе программу я рассказываю практически про каждую кнопочку в интерфейсе вот и мы начинаем чертить поэтому не переживайте сложности не будет да спасибо за плюсы все вижу вашу реакцию тогда давайте продолжим мы с вами разобрали эффективную навигацию в чертеже способы выделения объектов и работу с листами следующий элемент который очень сильно упрощает работу это блоки я подготовил файлики давайте открою и так сейчас я создам блок точнее создам изображение стула предположим что я проектирую кафе ресторан у меня есть барный стул он будет круглый и заодно посмотрите как просто на самом деле происходит черчение автокаде скажем вот у него будет размер радиус круга 250 затем мы сделаем еще один круг из этого же центра как видите вот срабатывает такое перекрестие это привязочка она говорит не о том что я сейчас буду из центра этого же круга строить новый круг он у меня будет радиусом 300 а следующий круг будет радиусом 350 теперь я возьму отрезок line здесь также срабатывают привязки в характерных точках квадрант привязка данная называется квадрант почему потому что квадро это 44 точки на окружности видите слева справа сверху снизу вот мне интересует квадрант слева и квадрант справа затем мы можем взять функцию trim видите такие ножнички нарисованы все опять же говорю очень просто понятно если мы на какую-то кнопочку наводим всплывает сначала маленькая подсказка потом она разворачивается тут пример показан что вот этим инструментом можно дверные проемы видите сделать на подсказке там написан алгоритм что сначала выделять что зачем все очень интуитивно понятные каждый момент мы будем изучать каждый инструмент вот я кликаю по ненужным фрагментам и вот такой вид сверху представили стульчик который вращается ну и сзади у него такая вот спинка пока непонятно как она держится ну такое схематичное изображение а так вот моем ресторане этих стульев много 50 100 и давайте представим что я их растиражировал я взял инструмент копировать и выполнил копирование какие-то стульчики у меня повернуты на 45 градусов какие-то на 50 и так далее по-разному они у меня расставлены по проекту и вдруг у меня возникает необходимость эти стульчики поменять производитель поменялся или модель стульев решили заменить что делать я буду вынужден каждый стул переделать нет на этом электронный кульман закончился теперь автоматизация автоматизация в чем заключается ну потому что здесь смотрите вот я переделываю этот меняется остальные никак не меняются если же я сделаю блок из этого стула делается стать очень просто я выделяю уже рамочкой мы обсуждали с вами до рамочкой выделил потом команда блок команды можно вводить клавиатуры блок в виду имя можно по-русски можно по-английски задам базовую точку базовая точка это точка за которую мы потом сможем перемещать этот стульчик окей да он у меня сразу открылся в редакторе мне пока это не нужно в чем преимущество блока во первых он выделяется одним кликом мне теперь очень просто его перемещать но это не самое главное смотрите теперь я сделаю копии сделаю также как у меня в примере сверху только в примере сверху это не блоки а вот здесь снизу нижнем ряду это блоки и вы сейчас увидите в чем преимущество также я его повернул теперь если мне понадобилось отредактировать все стулья сразу что я делаю я редактирую только один смотрите я захожу блок я вношу изменения ну допустим что мне нужно мне нужно еще сделать одну окружность вот здесь и она будет не 250 а 220 вот такой стульчик есть еще там окантовочка какой-то сверху мягкий материал закрыли сохранили изменения и как видите стульчики которые сделаны блоками они все поменялись вот основное преимущество блока меняем один меняются все остальные причем неважно какой неважно вы его первым создавали или последним они все равнозначны вот такое интересное свойство и еще что немаловажно блоки очень сильно упрощают работу компьютера мы про системные требования с вами не говорили в целом для работы в 2d системные требования не столь важны не такая большая нагрузка на компьютер но если вы будете работать в 3d или предполагаете что будете там уже компьютер нужно помощнее но так же нельзя забывать про методы оптимизации и использование блоков это один из методов оптимизации работы в автокаде потому что файл сразу становится гораздо легче автокаду проще работать и вы делаете работу быстрее вот вам пример смотрите я сейчас эти стульчики кстати да давайте сделаем так чтобы продемонстрировать вам что действительно размер файла изменяется я сделаю следующее сейчас мы сделаем много 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 вот таких блоков а кстати да мы же можем давайте да простым копированием на самом деле можно блоки делать и вообще любые элементы тиражировать с помощью массива смотрите массив я устанавливаю сколько у меня будет колонок я устанавливаю сколько будет строк я устанавливаю сколько будет между ними расстояние и и у меня происходит тиражирование то есть даже копировать не обязательно для расстановки но стулья понятно так обычно не стоят хотя если мы в одну строчку сделаем но уже здорово да можно их очень быстро расставить 50 стульев все мы задали расстояние и вот вдоль стены расставили очень сильно упрощает работу но я сейчас хочу показать не это 50 на 50 можно даже математически подсчитать что тут огромное их количество сейчас это сделано блоками и как видите ну вот файл зуммируется я могу работать с ними в принципе все происходит нормально если потом расчленить то вот каждый блочок я могу его редактировать кстати давайте сейчас изменения произведем посмотрим как быстро все это работает как они отобразятся закрыли сохранили изменения вау ведь везде в каждом стульчике они применились и сейчас я сохраню этот файл давайте под именем 1 сохранить это он не сделано блоками а теперь и я эти блоки расчленю я выделил все нажал расчленить вот теперь у меня блоки распались на отдельные элементы дуга дуга отрезок тоже отрезок и так далее и этот файлик мы сохраним под именем 2 так александр пишет что дело не в программе а в самом понимании чертежей и машиностроения и архитектуре и так далее с этим сложнее да потому что этому на курсе я не обучаю но выполняя те или иные действия у нас же есть домашние задания у нас есть занятия в классе ну точнее онлайн да когда мы это делаем я там обязательно прикладываем материалы вы мой чертеж берете что-то в нем дорабатываете в этом состоит домашнее задание поэтому не было у нас еще сложностей с этим вы справитесь ну что ж практически про практически в два раза разница смотрите первый файлик который сделан блоками 372 килобайта а вот второй которым я их расчленил на отдельные элементы 652 ну вот такая разница это у нас смотрите какой маленький проект немного здесь стульев и немного чертежа в целом и такая большая разница когда это на масштабах большого проекта и вы не используете блоки у вас там многоквартирный дом в котором много-много окон повторяющиеся объекты разумно сделать блоками даже если вы их не будете в последующем менять вот прямо вы точно уверены окна будут такие менять их не будем делайте блоки потому что это упрощает работу облегчает ее и если вдруг понадобится что-то скорректировать вы сразу легко это сделаете в одном элементе все остальные тоже обновятся при этом конечно можно эту связь нарушить если вам вдруг какой-то элемент нужен уникальный вы его из этой группы блоков можете исключить путем расчленения вот и создание другого блока он уже будет сам по себе про блоки мы с вами поговорили но и это еще не все так как неоднократно сегодня буду к этому раз возвращаться программе более 40 лет представьте сколько проектировщиков по всему миру уже создали разных материалов и блоков в том числе поэтому нам с вами очень сильно облегчается задача в вопросе черчения каких-то своих элементов все что вы хотите сделать уже за вас начертили очень просто все это скачивается множество сайтов вот как один из примеров простое название dvg dvg это кстати расширение файла с которым работает автокад ответе после точки dvg или dvg как читает dvg models точка ком разные категории файлов я выбрал интерьер мебель и мы можем скачать здесь все что нам нужно как видите есть изображение в плане вид сверху есть изображение для разверток это чертежи которые вы можете использовать они бесплатные вы скачиваете этот файл открываете его давайте попробуем очень быстро очень просто и вы используете его в своем проекте вот так это устроено но и это еще не все потому что блоки блоки бывают не просто вот такие статичные они бывают динамическими и это это отдельная интересная вещь перед вами окно вид сверху окно непростое кликнув по нему мы видим множество вот таких вот стрелочек это блок это динамический блок что он может делать здесь уже заданы разные характеристики окна марка ok1 ok2 ok3 для примера разные виды помимо того что мы можем это окно видеть вид сверху можем посмотреть на вид спереди нажатием вот такой стрелочке мы можем легко делать отражение то есть у нас творка будет которая открывается либо справа либо слева перейдя обратно на вид сверху мы можем устанавливать разный угол под которым расположено это окно для того чтобы очень быстро вставлять его в проект и еще есть у нас здесь замечательный функционал по выравниванию этого блока если вы в автокаде работали смотрите если вы не используете эту штуку вам она сейчас очень понравится я сделаю три копии вот у меня кусочки стены которым я сейчас буду стыковать это окно все окна у меня горизонтальные как вы видите выделив этот блок я кликаю по базовой точке ну здесь понятно да то есть тут то у нас и стена горизонтальная и окошко сюда без проблем встает что будет дальше здесь стена под 30 градусов расположена смотрите подводим и он подстраивается и далее у нас стена вертикальная точно так же все идеально работает вот она четкое соединение все в порядке это благодаря использованию динамическом блоке функции выравнивания все очень просто это мы разбираем на курсе блоки также присутствуют у нас в инструментальных палитрах и когда вы я сказал что блоков много и это как хорошо так и не очень хорошо потому что у вас может сформироваться большая библиотека вам будет сложно в ней ориентироваться так вот для того чтобы все это систематизировать и не копаться в файлах не искать а где тот диванчик который вот так здорово в мой проект вписывался я теперь не могу его найти мы с вами научимся создавать инструментальные палитры здесь вы сделаете свою вкладочку вместе со мной я вас научу этому а и добавим сюда те блоки которые вы чаще всего используете тут будет ваша подборка сейчас просто как один из примеров динамических блоков это стандартные динамические блоки которые встроены в автокад вот скажем дерево а можно использовать для планов можно использовать для разверток это пальма но наверное не очень характерно для той полосы из которой я вещаю у нас больше наверное вот вечно зеленое что-то да вечно зеленое вот такое да елочка да как видите разные виды и все это очень просто так переключается мы можем масштабировать эти объекты скажем увеличить в полтора раза но стало больше и так далее это динамические блоки огромный потенциал функционал и динамические блоки точно так же можно скачивать по простому запросу динамический блок автокад скачать вы их найдете огромное множество и соберете свою коллекцию вот в такую прекрасную инструментальную палитру далее одна из интереснейших тем по вот тут уже действительно про электронный кульман можно забыть это самая настоящая автоматизация использование полей и атрибутов блока для извлечения данных для связи данных с таблицами как все эти сложные слова работают и как все это просто смотрите перед нами план мы уже сегодня увидели на котором помещение названы определенными наименованиями есть гараж есть прихожая кладовая санузел кухня и так далее и и вот вдруг мы с вами и все это смотрите подтягивается вот сюда в экспликацию помещений в какой-то момент мы решили что вместо кладовой у нас будет мастерская да мы переименовываем пишем здесь мастерская и сейчас наша задача регенерировать чертеж пока здесь еще не обновилась ведь и по-прежнему кладовая но как только я либо сохраню этот чертеж либо я его регенерирую делается это очень просто вместо кладовой у меня мастерская да вы скажете ну да можно было и вручную тут написать секундочка делов но эти секундочки они потом складываются в минуточки когда у вас этих чертежей много это все складывается в часы и что самое главное это вероятность возникновения ошибки что вы в одном месте измените а в другом нет и в третьем не измените и в четвертом забудете а так используя вот этот простой способ это поля называется а у вас постоянно есть связи между файлами и между объектами между объектами не между файлами между файлами случае с excel будет чуть попозже расскажу точно так же это будет работать с площадями смотрите ну мастерскую мы сделали что еще нужно сделать правильно увеличить площадь гаража гараж у меня двадцать девять и семь квадратных метров я человек простой вижу гараж значит нужно еще хотя бы на метр давайте его сделаем побольше берем инструмент растянуть и вот таким образом готовый чертеж со всеми размерами мы как видите размерчики уже там начинают пересчитываться на один метр сдвигаем растягиваем идем сюда и запоминаем 29 и сумма 88 регенерируем 34 и сумма 93 площадь площадь тоже посчиталась сама автоматически и изменилась вот это поля это автоматизация это ускорение работы и это уменьшение по максимуму человеческого фактора для того чтобы избежать ошибок и очень простые корректировки иногда знаете когда что-то откорректировать нужно думаешь ой да лучше заново сделать вот чтобы такого чувства не возникало очень простые корректировки благодаря использованию тех инструментов тех алгоритмов работы которые разработчики для нас придумали но в силу того что не все пользователи автокадо проходили обучение а многие учились тыкая на кнопочки не все про это знают и вот по старинке что-то сами на коленочке делают это не самый правильный подход хотя он рабочий в некоторых случаях и в случае с простыми проектами можно их собрать и так но если вы хотите что-то серьезное нужен серьезный подход так мы идем дальше помимо того что я вам показал как у нас работают поля вот здесь вы тоже видите что это поле если вдруг у вас у вас множество листов представьте дал здесь идет 50 листов и везде вписано одно название и скажем тут адрес присутствует вот и у вас что-то поменялось адрес поменялся что-то еще если вы здесь делаете простой текст то вам в каждый лист нужно будет прийти и изменить это название если же вы сделали вот так полем то вы идете в настройки чертежа меняете здесь и говорите что это дизайн-проект коттеджа окей регенерируете чертеж регенерацию кстати если интересно могу рассказать случаи жизни все изменилось и это произошло на всех листах вот так какие еще возможности есть и так в нашем проекте есть окна окна сделаны блоками этот блок я вам уже показывал сводная таблица окон который указано количество окон их параметры длина ширина цена стоимость из все эти данные берутся из блока и сейчас количество подсчитывается напрямую от того сколько окон расположено в проекте так смотрите у меня вот это окошко она марки о к 3 я сейчас изменю его на марку о к 1 соответственно у меня должно здесь появится двоечка что их стало два а здесь четверочка пересчитаться должны стоимость и сумма итоговая давайте смотрим на эти данные я произвел изменения в чертеже теперь мне нужно перейти вот сюда и загрузить из источника чтобы данные в таблицу загрузились из источника из самого чертежа выбрал таблицу и подтверждаем напоминаю 1 и 5 мы смотрим теперь 2 и 4 стоимость поменялась сумма пересчиталась опять же до ускорение минимизация человеческого фактора ошибку тут невозможно допустить вот и скорость скорость изменений все очень быстро работает следующий пример это связь таблиц с таблицами в excel что тоже крайне удобно потому что прайс у вас может быть ну на материалы в excel и эта таблица может быть связана вот с этой у меня так и сделано в общем то смотрите у меня есть таблица в excel мы сейчас ее сверху вот так посмотрим вот и представим что цена на кафельную плитку изменилось теперь кафельная плитка стоит не 4500 рублей за квадратный метр от 5000 рублей вот вам пришли новые цены обновился файл вы его сохранили закрыли и сразу вот здесь в автокаде у вас появилось сообщение о том что файл который связан с таблицей был обновлен мы нажимаем обновить смотрим сюда 4 500 стоит обновляем 5000 сумма стоимость пересчиталась вот вот так это работает связь работает в две стороны если мы что-то меняем здесь таблицы это также поменяется в таблице excel а в таблице excel у вас ну excel это мощный инструмент да я здесь применил ну самку простую формулу просто умножение двух и значений двух ячеек все это работает и также тянется в автокад следующая тема у нас это параметризация даже не знала про привязку excel пишет ксения да на самом деле только здесь разработчики для нас приготовили всего и вся ну кто-то просто не связывался с этим потому что не нужно было а вот если вы этим пользуетесь и сейчас вы видите где вы сможете это применить в своей работе это надо делать обязательно что еще есть поглядите отдельная вкладка у нас есть параметризация что с помощью нее я сделал вот такой простой пример смотрите сейчас отключу ортогональность и вот такая анимация по сути у нас получается мы можем проверить работу механизма мы можем рассчитать длины необходимые для вот этих плечей и прочее сделано это сейчас с помощью параметризации и наложения зависимости зависимости бывают двух типов геометрические и размерные сейчас мы их не видим но если я нажму show all мы увидим и размерные и геометрические зависимости владимир пишет что даже никогда не работал в подобных программах но хочется научиться требуется иногда до сферы применения самые разные и как видите я примеры тоже постарался подобрать разные тут у нас и дизайн интерьера и машиностроения предметный дизайн ландшафтный дизайн тоже сюда подключается интересно мой положительный опыт работы только после просмотра видео дмитрия в интернете поэтому решила учиться хотя товарищи рекомендовали разбираться самостоятельно я эту тему затронул решать естественно только вам но давайте колью мы это затронули я расскажу пример из своей жизни как это было и чем это может все закончится самостоятельное обучение последняя ночь перед сдачей проекта практически все готово практически все готово у меня в проекте много было скруглений такой он бионический был сложных форм значит много окружностей много дуг частей окружностей но я сейчас какое-то количество окружности создам чтобы так вот сделаем вот и в какой-то момент мне нужно было зумировать достаточно но у меня были объекты маленькие были объекты большие это был проект по моему микрорайона до все было сложных форм там и скруглений много и так далее я работаю с мелкими элементами все отлично они скруглены и все здорово я отдаляюсь посмотреть на микрорайон в целом потом возвращаюсь обратно и и вижу что все мои скругленные элементы они превратились вот в это паника несколько часов осталось проект еще нужно распечатать что делать в общем я применил какие-то недюжинные способности и очень быстро перечертил все окружности потому что когда чертишь новую окружность она снова скругленная красиво и ровненькая а вот эти такие поломанные отдаляешься обратно эти остаются нормальными потом в какой-то момент они тоже ломаются в общем главное не отдаляться так подумал я вот если вы с этим сталкивались обязательно плюс поставьте решение здесь очень простое на самом деле было необходимо было регенерировать чертеж давайте покажу регенерируем все основа скругляется все здорово с чем это связано когда вы отдаляетесь автокаду не обязательно тратить ресурсы и прорисовывать скругление скругление это достаточно тяжелая для него история особенно на тех версиях ранних которых я работал сейчас это практически не происходит ну и компьютеры помощнее стали тем не менее так как нам этого все равно не видно он считает что он может это не отрисовывать и не делает этого поэтому когда мы приближаемся почему-то их не восстанавливает они снова поломаны и нужно дать ему команду автокад я приблизился пожалуйста отрисуй все как должно быть выполняем регенерацию и все происходит окей про все эти нюансы у меня большой опыт у меня большой опыт работы со студентами поэтому уже сложно задать такой вопрос что у вас что-то не получается и чтобы мне он был интересен с точки зрения разобраться почему это может быть не то чтобы я как-то пытаюсь там при превозвысить себя просто много уже разных ситуаций разных компьютеров там программ и так далее версий прошло уже опыт в этом есть я вам быстро подскажу естественно сам расскажу об этих задачах вы с ними на точнее случаях вы с ними не столкнетесь и у вас все будет в порядке вот едем дальше параметризация мы на ней остановились как это все устроено смотрите буквально на пальцах опять же показа я постараюсь показать чтобы вы не думали что это слишком сложно вот у меня два отрезка есть я иду на вкладку параметризация и здесь я могу задать разные зависимости допустим я хочу чтобы оба отрезка всегда были параллельны друг другу один второй все теперь как бы я не изменял направление у меня один всегда параллельно другому причем я могу перемещать один могу другой вот они оба параллельны для того чтобы удалить эту зависимость кликаю правой кнопкой удалил теперь они снова рассинхронизировались можно сделать перпендикулярными их первый объект второй все теперь они всегда перпендикулярны друг другу как бы я не вращал второй подстраивается и перпендикулярность сохраняется можно сделать так чтобы они соединялись в точке допустим я хочу чтобы здесь узелок этот попадал ровно в центр а в середину отрезка вот так теперь они мало того что перпендикулярны в них еще и есть вот общая точка еще я хочу чтобы они были одинаковой величины изменяя длину одного меняется длина другого это можно сделать вот здесь равенство теперь я изменяю длину одного отрезка меняется длина другого действительно теперь равны вот все зависимости как видите друг другу не мешают одновременно они работают вот ну и путем наложения таких зависимостей и построено вот это изображение как видите все работает и ничего в этом сложного нет это мы также разбираем на курсе параметризацию мы приходит проходим в продвинутом нюансы потом какие темы там какие в базовом какие в продвинутом я обязательно вам расскажу чуть попозже руслан пишет что не обращал на это внимание при печати кругло оставалось кругу да действительно я тоже в тот момент не додумался до этого что нужно было попробовать распечатать потому что даже при печати кривые объекты которые кажутся кривыми автокад они оказывались круглыми а ирина спрашивает умею ли я работать в программе revit было бы здорово если бы в школе профайл появился такой курс я в ней работал но не так продолжить не такое продолжительное время чтобы ее преподавать поэтому я подумаю над этим это хорошая программа подумаю обязательно если он появится вы узнаете об этом первой подписывайтесь на обновление школы мы идем дальше после параметризации экспорт экспорт и импорт вот эти два понятия мы сейчас с вами разберем компания автодеск с нее мы начинали я начал этот мастер-класс туда входит множество продуктов также входит продукт под названием 3d max если вы слышали о таком обязательно поставьте плюс эта программа для трехмерного моделирования и визуализации большинство рендеров картинок визуализации которые вы видите в а в проектах которых не существует на самом деле но которые созданы путем визуализации это изображение фотореалистичные которые практически ну очень сложно определить фотография это или это рендер да вижу плюсы спасибо большинство из этих изображений сделаны программе 3d max это очень мощный инструмент для визуализации и связка автокад 3d max используется очень часто вы можете услышать от опытных визуализаторов что они получают модели созданные в автокаде импортируют их 3d max накладывают на них материалы создают сцену и производят визуализацию естественно движок визуализации гораздо мощнее 3d max и там получается более фотореалистичное изображение чем в автокаде а вот само моделирование так уж сложилось удобнее в автокаде 3d моделирование мы еще перейдем пока я говорю про связки о том что в рамках автодеска это даже не обсуждается там формат dvg он принимается любыми программами вот но также возможен импорт в другие программы которые казалось бы с автодеском никак не связаны но тем не менее формат файла dvg вот за свою 40-летнюю историю уже так или иначе его с ним были вынуждены мириться и добавлять его к себе многие разработчики программ так вот качестве примера вот у нас есть план скажем мы начертили с вами внутренние по внутренним размерам вот такую замкнутую полилинию для того чтобы создать толщину стен мы можем использовать инструмент сместить тоже смотрите в качестве автоматизации если вы до сих пор толщину стен создаете тем что копируете элементы потом там добавляете что-то дорисовывать и дочерчить дочерчиваете это не очень верно не очень рационально инструмент сместить позволяет нам задать расстояние смещения вот затем сместить это у нас толщина несущей стены скажем 300 миллиметров далее мы сместим на 100 миллиметров это будет у нас толщина утеплителя и следующее смещение на 120 это скажем у нас кирпичная кладка облицовка вот таким образом мы очень быстро с вами создали многослойную вот такую стену еще проще это сделать если вы владеете инструментом мультилиния очень редко вижу что его используют но инструмент очень крутой смотрите как работает достаточно создать стиль мультилинии я его уже создал вот он это та же самая стена сначала 300 потом 100 потом 120 он у меня установлен текущим и теперь все что мне нужно это просто знать размеры по которым не нужно сделать многослойную вот такую стену то есть если здесь все-таки какое-то время у нас это заняло то в случае с мультилинией смотрите я просто ввожу размеры так нас 14000 затем 8500 затем 7500 затем по размерам смотрю так 3 500 6 500 и нажимаем замкнуть все вот такая многослойная стена у нас готова ну буквально несколько секунд у меня это заняло если у вас это занимает больше минуты вы что-то делаете в так один не так после этого для того чтобы я сейчас покажу вам что этот файл можно импортировать в программу скетчап она с нашим курсом никак не связано просто для демонстрации того что в других программах автомат формат dvg он тоже что называется в почете я сейчас удалю здесь лишние линии для подготовки файла импорту желательно удалить лишние слои вот чтобы файлик было таким чистеньким чтобы в нем было только то что нужно я сохраню его под новым именем открою сейчас программу скетчап вот так она выглядит такая очень забавная смотрите какие миленькие здесь кнопочки достаточно просто она организована и здесь если я выбираю файл импорт все поддерживаемые типы файлов и как видите здесь dvg конечно же присутствует и вот новенький файл только что я его сохранил я его импортирую вот таким образом он вставляется сразу у нас нужные единицы измерения так как я чертил в автокаде в миллиметрах здесь тоже в миллиметрах после этого мы можем здесь ну буквально за несколько кликов поднять эти стеночки в целом автокаде это тоже очень просто делается накинуть сюда какие-нибудь материалы вот либо у нас стеночки все одним материалом будут либо разными вот все это уже достаточно просто и интересно здесь можно делать создать дверные проемы оконные и так далее ладно это было про импорт в автокад мы можем тоже импортировать файлы абсолютно разные иногда мы вставляем сюда подложки формате pdf для того чтобы обводить их либо использовать ориентироваться на них смотрите вот у меня файл формате pdf что я делаю все очень просто покажу вам вот так нагляднее будет мы просто-напросто перетягиваем файл формате pdf в окно автокада подтверждаем кликаем подтверждаем еще несколько раз для того чтобы вставить изображение в нужном масштабе и с нужным углом поворота приближаемся вот чертеж который мы вставили формате pdf он выглядел точно так же плюс к нему теперь еще срабатывает привязка это тоже можно сделать настроить вот здесь мы ее активируем вот она и теперь ко всем элементам у нас срабатывает привязка то есть по сути мы практически чертеж сюда вставили ну и также изображение тоже очень просто перетягиваем кликаем подтверждаем так кстати одно из изображений на продвинутом курсе последнем один из студентов прислал это можно вот такое изображение сделать да мы повторили его в 3d это в частности и иллюстрация к тому что если у нас остается время то ваши предложения желания идеи идеи мы вместе разбираем делаем и у нас это всегда получается поэтому скучно не будет так едем дальше мы с вами закончили тему 2d проектирования да здорово ксения пишет что совсем новичок про блоки даже не знала окей до блоки аналог блоков так или иначе есть во многих программах вот с кетчап который мы запускали там это называется компоненты то есть это еще к чему я говорю вот проскакивают у нас название других программ реви там и так далее да зная базу зная автокад вы как рыбка в воде будете другой программе если в последующем вам какая-то другая программа понадобится уже с этой базой освоить ее будет элементарно ну максимум будут просто те же понятия называться другими именами вот блоки называется в автокаде в скетчапе называется компоненты но точно так же меняем один компонент меняются остальные все и эта логика она во всех программах присутствует научившись работать здесь работать правильно соблюдая алгоритмы это будет хорошим заделом на будущее ну а перспективы и востребованность мы также с вами вначале посмотрели хорошо давайте пойдем дальше далее на очереди у нас 3d моделирование начнем мы с основ построения тоже покажу вам что на самом деле вот 3d это здорово звучит это достаточно сложно и интересно и красиво выглядит но сложного сложного в этом нет ничего смотрите смотрите существует ну во первых для того чтобы моделировать в 3d мне нужно перезапустить интерфейс специально так сделано смотрите разработчики для нас самые часто используемые инструменты собрали для 2d для 3d мы просто нажимаем вот здесь на шестеренку и включаем другой режим 3d 3d у нас перезагружается лента меняется интерфейс другие инструменты которые актуальны для работы 3d у нас активируется вот из чего состоят все 3d модель первое из примитивов это бокс ящик это цилиндр конус сфера пирамида тор или кольцо со сглаженными вот такими вот гранями и клин это первое то есть их мы создаем очень просто вот у нас получился бокс что мы сделали мы сначала начертили основание можно задавать определенные размеры и западе затем мы задали высоту вверх либо вниз отвели кликнули либо ввели величину точно так же все остальные инструменты конус вот мы задали основание потом задали высоту это первое все элементы можно повторить взяв примитив после этого элементы моделирования это выдавливание для выдавливания нам нужен замкнутый контур я его здесь подготовил выдавливаем контур сложный но если он замкнутый он выдавливается следующий способ лофт лофт это когда мы выделяем несколько сечений вот у нас одно сечение второе третье и на основе этих сечений у нас происходит построение объектов построить его каким-то другим образом будет крайне сложно далее вращение револф здесь мы выделяем объект затем выделяем ось вращения и указываем на какое количество градусов нужно вращать по умолчанию 360 полный оборот вот у меня получился бокал благодаря тому что мы траекторию вращали вокруг вертикальной оси и следующий заключительный способ создания 3d тел это свип это движение по пути сдвиг мы выделяем объект и затем выбираем путь по которым этот объект будет двигаться и получаем вот такое тело 3d модель также нам понадобится для создания 3d булевые операции это когда мы из одного объекта можем вычитать другой объект смотрите как это происходит мы берем вычитание указываем объект из которого будем вычитать объект который будем вычитать можно сделать это так же и здесь мы из сферы можем вычесть куб вот таким образом и пересечение когда у нас остается объект который есть на пересечении вот в общем то и все это основы 3d как видите ничего сложного нет и любой объект любой можно построить просто комбинация этих простых способов либо примитивы либо ну и все это в комбинации как я уже сказал либо способа моделирования эти либо булевые операции вычитания пересечения еще немного про 3d и и расскажу вам собственно про устройство курсов и про то крутейшее предложение которое школа готова для вас сделать но естественно с ограничением по времени связанные проекции давайте перейдем к этой теме тема очень интересная в том что большинство из вас если вы уже с автокадом сталкивались есть некоторое представление о том что сначала нужно наверное сделать чертеж плоский 2d когда у вас есть только два измерения по оси x по оси y а уже в последующем моделировать его создавать объемный объект но сейчас я покажу вам несколько другой путь который в последнее время все более актуален это сначала мы создаем 3d модель после чего мы создаем из нее плоские 2d чертежи как это все выглядит смотрите у меня есть модель вот так она выглядит с разных сторон я перехожу пространство листа и сейчас как видите он пустой на нем есть только рамочка я ее создал специально для оформления мы переходим на вкладку layout и создаем виды из пространства модели буквально за несколько кликов считайте клики что называется 1 1 2 3 4 5 все мы создали с вами 4 вида мы можем настраивать их отображение вот здесь я могу поставить что были видны только видимые линии плюс тени либо просто видимые линии окей меня это устраивает могу настраивать разный масштаб ну в рамках данного листа масштаб подходящий и все что нам останется сделать это поставить размеры образмерить этот чертеж опять же в чем плюс такого способа у нас сохраняется ассоциативная связь если мы решим что-то поменять в нашей 3d модели вот мы сейчас вытянем фрагмент я использую инструмент press pool перейдем на лист и мы увидим что эти изменения также отобразились и здесь если в какой-то момент изменения будут более кардинальными то это все точно так же отобразится здесь как видите мгновенно произошли изменения и это ускорит вас и это не даст вам совершить ошибок это как пример из области машиностроения это деталь и давайте подобный пример рассмотрим но уже на примере проектирования и дизайна интерьера точно так же у меня есть 3d модель мы сейчас сделаем базовый вид мне здесь одного вида пока будет достаточно потому что второй я собираюсь сделать вид это будет план а что такое план план это разрез на высоте чуть выше подоконника когда у нас мы видим стены сверху видим окна мебель которая там стоит и так далее здесь мне понадобится выполнить сечение смотрите насколько просто это выполняется сечение теперь я отвожу курсор вниз потому что мы будем смотреть сверху вниз подтверждаю сечение получилось надпись можно перенести можно переименовать мы назовем это план первого этажа растягиваем чтобы это было в одну строчку после этого давайте сделаем еще одно сечение вот так оно будет выглядеть но сейчас мы его повернем как любой другой объект виды тоже можно поворачивать на 90 градусов мы его повернем для того чтобы у нас правильная композиция на листе была на одной линии мы сейчас на линии земли расположим этот вид вот таким образом ну так же здесь можно переименовать назвать что это разрез штриховки можно редактировать выбрав штриховку можем поменять ее масштаб можем поменять ее тип все это так же легко настраивается и можем даже поставить вот такое изображение сейчас мы этот вид отредактируем вот так это будет выглядеть и связь точно так же у нас ассоциативная то есть если я находясь в пространстве модели произведу какие-то изменения скажем мы плиту перекрытия верхнюю удаляем и здесь это точно так же отобразилось теперь мы видим планировку что у нас происходит внутри и далее мы с вами посмотрим как устроена визуализация более подробно про это поговорим 10 пишет Ксения круто опять же пример из области машиностроения мы моделировали болт гайки делали это максимально правдоподобно как видите здесь все фасочки все четко снято резьба идеальная такая как по ГОСТу должна быть мы всегда к этому стремимся как здесь работа устроена после того как вы смоделировали объект вы можете наложить на него материалы заходим в диспетчер материалов материал браузер материалы есть разные можно опять же скачивать материалы можно создавать свои но также есть огромная библиотека здесь все материалы применены из библиотеки вы просто выбираете что вам сейчас нужно будет это стекло будет это металл будет это что-то зеркальное пластик, камень и так далее абсолютно разные смотрите вот здесь материалы, текстуры, фактуры все есть после этого вы просто перетягиваете его на объект вот и назначаете далее устанавливаете свет чтобы у вас тени падали так как вам нужно вы можете это даже делать с привязкой геопозиции конкретной и смотреть как у вас будет падать тень от здания если вы проектируете вот мы проектировали частный дом и там очень важным требованием был сад сад должен быть освещен большую часть святого дня поэтому мы планировали участок так и проверяли модель на примере движения солнца инсуляция необходимых растений чтобы они росли вот здесь мы выставили свет мы нажимаем вот на этот чайничек я сейчас качество поставлю низкое для того чтобы это было быстрее не нагружало компьютер у меня материалы здесь уже наложены да возможно трансляция сейчас будет небольшими рывками вот такое изображение у нас получилось да вы видите оно не очень фотореалистичное потому что оно создано за 4 секунды вот если здесь поставить выше качество материалы будут обрабатываться иначе вот и будет это все более реалистично но опять же я рассказывал сегодня про 3д макс 3д макс это профессиональный инструмент для визуализации там фотореалистичная картинка создается здесь это больше для архитектурных визуализаций вот так ну в большинстве случаев этого достаточно чтобы свою идею презентовать когда вы показываете 2d не всем понятны эти планы заказчику работ как правило нужно понимание пространственно объемное тогда ему проще представить как он в этом будет жить находиться и это строить материалы очень легко скорректировать скажем я могу скорректировать глянцевость вот этой гайки мы можем кликнуть по материалу понять что он применен вот к этой гайке сейчас мы его отредактируем и глянцевость у него стоит на 50 давайте я поставлю 80 и мы еще раз выполним рендер для сравнения сейчас буду переключаться между двумя изображениями обратите внимание на гайку вот вы видите мы поменяли параметр глянцевость она действительно стала больше отражать другие элементы и выглядит теперь совсем иначе вот если коротко так устроена визуализация в автокаде материалы освещение модель вы смоделировали назначили и делаем рендер тут ресурсов компьютера нужно чуть побольше чем для проектирования в 2d но современных компьютеров для этого вполне достаточно так мы возвращаемся к нашей презентации и то о чем я хотел вам сказать да круто написал Владимир что на все 11 баллов он оценил по 10 бальной шкале программа действительно очень интересная полезная востребованная по сей день и является классной мощной базой для вашего развития в проектировании итак в школе профайл есть два курса это базовый уровень автокада и продвинутый на базовом уровне мы начинаем с полного нуля вы не знаете программу ничего приходите и у вас все получается я довожу вас до результата вы будете создавать свои дизайн проекты познакомитесь с разными инструментами с большинством там будет немного автоматизации там будут блоки но не будет динамических блоков динамические блоки связь с excel поля все это будет в продвинутом уровне мультилинии тоже там то есть в базовом уровне мы осваиваем базу мы учимся мы тренируемся вот и делаем это на высоком уровне на продвинутом уровне я жду тех кто прошел базовый либо кто понимает что у него достаточно знаний для того чтобы прийти туда и не отрываться от коллектива быть идти со всей группой вместе там мы будем ускоряться у нас там есть несколько целей это ускорить свою работу это обеспечить легкое внесение изменений и исключить человеческий фактор чтобы не возникало ошибок с программами курсов вы можете естественно ознакомиться ознакомиться на странице курсов вот мы заходим на сайт школы ProfileSchool.ru далее обучение 3D графика мои курсы в разделе 3D графика вот они Автокад базовый и продвинутый перейдя на страницу курса вы можете посмотреть первое занятие эпизоды занятий как мы проверяем домашние задания и так далее но что самое главное посмотреть программу курса программа курса здесь все занятия расписаны программа курса также важна когда вы смотрите на программу продвинутого уровня если вы не проходили базовый но зашли в программу не проходили базовый но зашли в его программу понимаете что вы здесь все знаете можете сразу приходить в продвинутый если это так Если чего-то не знаете, пройдите базовый, изучите и потом уже переходите к более серьезной работе. Итак, по предложению, которое сейчас действует на эти два курса. 30% скидка и в целом, если вы со школой профайл не первый день знакомы, вы понимаете, что скидки, да, это круто и они бывают. Вот, здорово приобретать такой курс со скидкой, но сейчас до 30 января, до 30 января на базовый курс действует дополнительная скидка 3000 рублей, что, по-моему, еще 30% составляет от 9000, еще сверху 30%, только на базовый уровень и только до 30 января. Почему? Потому что 30 января уже стартует базовый уровень, курс, базовый уровень начинается 30 января. Если вы определились, вам нужно ввести промокод, вот он, также его отправил Сергей Фомин в чат. Промокод очень простой, F12WPEPQXNK7, запомнили? Вот, его вводите, применяйте на странице записи и получаете скидку 3000 рублей до 30 января. Вообще, такой цены я не видел ни разу и, наверное, сам пойду сейчас и приобрету этот курс, потому что цена действительно интересная и я вам даже завидую в какой-то степени. Да, если вы хотите узнать чуть подробнее о курсе, вы также можете, чтобы я его не нахваливал вам очень сильно, потому что не привык этого делать, я привык, чтобы за мою работу, за мой курс, за мои результаты говорили мои студенты. Поэтому в самом конце страницы курса, вот здесь, есть комментарии, в которых студенты пишут свое мнение о том, насколько им курс зашел, понравился, на какие моменты мне нужно еще обратить внимание, над чем поработать. Все это абсолютно честно от студентов с разных наборов, видите, тут и 22-й год, и 21-й, и январь, и апрель, и март, и декабрь, и 20-й год. В общем, все можете здесь изучить, почитать и принять решение самостоятельно. В продвинутом уровне точно также есть отзывы. Базовый уровень — это изучение с нуля, 15 часов онлайн-занятий, это курс гибридный. Что это значит? Что все, весь новый материал, все темы, которые заявлены в программе курса, все это в записи. Все это в записи, все это доступно вам в личном кабинете. Сейчас покажу, как это устроено. А вот разбор домашних заданий. Домашние задания у нас после каждой записи. Вот вы посмотрели занятие в записи, выполнили домашнее задание, и мы вместе с вами его проверяем онлайн. Вживую, так как мы сейчас с вами общаемся. Я проверяю конкретно вашу работу, вы ее видите, задаете вопросы, и так мы делаем с каждой работой, по которой есть какие-то нюансы. Так, и теперь как выглядит личный кабинет? Примерно так это выглядит со стороны пользователя в занятиях. Вот как раз то, что я говорил. Все темы, как видите, вот занятия. Потом онлайн. Вот это занятие было в онлайне. Вот видите, написано онлайн. Это разбор домашнего задания. К любой теме вы переходите. Вот так просто. У вас запускается видео. Вы можете установить ту скорость, которая вам комфортна, если вдруг вы считаете, что я говорю медленно. Вот. Либо ускорить, либо замедлить. В общем, проходить в том темпе, в то время, если вдруг у нас часовые пояса с вами не совпадают. Вы можете новый материал весь посмотреть в записи. Можете сделать это тогда, когда вам удобно. Сдать домашнюю вовремя. Нужно сдать ее до следующего занятия. Вот. И мы ее вместе с вами посмотрим и со всеми студентами обсудим. Как у вас получилось. В материалах. Я прикладываю материалы. Архив, как видите, вот аж на 8 мегабайт. Здесь материалов, файлов, которые я использую в той самой записи. Нового материала. Чтобы вы могли вместе со мной, пока я показываю, не просто смотреть, но и выполнять у себя это параллельно. Это помните про несколько мониторов. Хорошая вещь, когда у вас их несколько. Можете на одном запустить, на другом работать и так далее. Конспекты. Смотрите, как это выглядит. В конспекте описан весь материал. Тот, который вы смотрите в видео, только в текстовом виде, с картинками и очень сжато. То есть тут такая выжимка. Что-то напомнить, как звучит та или иная команда, как это работает. Со скриншотами. Все обвожу в такие красные прямоугольнички. Показываю вам алгоритм, как что создается. И в конце обязательно есть дополнительный материал, дополнительная литература. Для тех, кому было мало. Всегда есть возможность идти чуть дальше, развиваться больше и преуспевать. Далее, помимо конспектов, вот те самые домашние работы. Их две. Практика и теория. Теория это тест. Там, как правило, около 10 вопросов. Я его не проверяю. Его проверяет машина. Она знает, какой ответ правильный. Вот. И вы получаете какое-то количество баллов. Потом какое-то количество баллов вы получаете за домашнее задание практическое. И когда эти баллы суммируются, вот сейчас важно, вы можете, все шансы у вас для этого есть, выиграть призы. И по итогу каждого курса есть четыре победителя. Первое место. Это любой курс школы в подарок. Второе, третье и четвертое места. Это абонемент в денежном эквиваленте на какой-либо другой курс школы профайл. Что это, если не мотивация быть первым, отлично учиться и получать оценки только 10 из 10. Далее вы можете посмотреть, да, свои результаты, вопросы. Здесь у нас вы пишете вопросы. И общение. Есть у нас такой еще блок. Здесь вся тусовка, около автокадные темы мы здесь обсуждаем. Вот. Так выглядит личный кабинет. Кому подойдет курс, если мы говорим про базовый? Мы сегодня посмотрели разные примеры. Вы тоже видели, что автокад присутствует во всех практически сферах. Архитекторы, инженеры, творческие специалисты, дизайнеры, студенты вузов. У меня были совершенно разные студенты. И много коллабораций у нас здесь возникало. Вот как раз в этой тусовочке, в общении находились энтузиасты. И между собой создавали новые проекты. Находили полезные знакомства. Чему вы научитесь? Работать в программе? Редактировать объекты? Создавать чертежи? Да. Это все можете подробнее в программе курса посмотреть. Почему здорово учиться в Profile School, а не учиться самостоятельно? Как вот писала Мария. Я вам приводил уже несколько аргументов. Но здесь еще раз повторю о том, что личная работа. Мы с вами. Я достаточно подробные комментарии стараюсь давать по вашей работе. Всегда отвечаю на ваши вопросы. Связь у нас практически 24 на 7. Да, часовые пояса разные. Иногда прошу вас сделать поправку на то, что я могу просто быть не онлайн в данный момент. Но в этот день световой я точно вам отвечу. Обучение на практике. У нас небольшие группы. Кстати, это тоже важно. Потому что 10 мест сейчас осталось. Вот здесь. И это значит, что шансов туда попасть все меньше и меньше. На группу, которая стартует 30 января, будет еще одна группа в мае. Если слишком близко для вас 30 января, записывайтесь сюда. С 4 мая по 9 июня. Также можете пройти обучение. Да, записывайтесь. Еще раз рассказываю о том, что сейчас... Ну, я такой цены не видел никогда. Да, действительно, скидка 30% плюс промокод. Не забывайте его ввести. Действует до 30 января на ближайший поток. Продвинутый уровень. Я уже говорю, что это логическое продолжение. Там мы ускоряемся. Там мы сокращаем количество ошибок возможных. Делаем все, чтобы их не допустить. Мы автоматизируем свою работу. Точно так же гибридный курс. Он объемнее. Он мощнее. Но для него нужна база. Просто так записаться сразу на продвинутый я не рекомендую. Но нужна база. Программу также можете посмотреть на странице курса. И на него действует тоже приятная скидка. Треть. 30% минусуется. И цена 9,730. Даты ближайшего потока это 17 октября. Это горизонт планирования уже чуть подальше у нас. Потому что если базовых курсов потоков проходит несколько, то на продвинутый, ну это для профи, да, не каждому эта информация нужна. Если вы после базового понимаете, что вам информации достаточно, естественно, не агитирую. Тут только те, кто понимает, зачем ему это надо. И традиционно, напоминаю о том, что есть гарантия качества на все курсы. Вы записались, применили все промокоды, все здорово. Проходите и понимаете, что этот курс вам не подходит. Любая причина, какая у вас есть, поняли, ну не ваша, не то. Ожидание, реальность не совпали. Школа вернет всю стоимость обучения. Поэтому вы полностью защищены. Все гарантии вам предоставлены. Я вас благодарю за внимание. Внимание это один из важнейших ресурсов, которые есть у нас с вами. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Я надеюсь, что был вам полезен. Давайте прочитаю вопросы. Блок вопросы. Так, большое удовольствие работать в этой программе, пишет Анна. Когда умеешь. Классная программа. Подтверждаю на все сто. Ксения, благодарю вас тоже. Ирина, вам тоже спасибо. Если остались какие-то вопросы, еще минутка у вас есть, напишите, задайте. Ну а если нет, то мы будем заканчивать. Я очень рад, что вам было интересно. Я для вас старался подготовить какие-то фишки. На самом деле их огромное множество. Про автокад могу рассказывать очень долго. Но чтобы сильно вас не утомлять и рассказать вам во всем этом подробнее, я люблю рассказывать про каждую кнопочку, про подводные камни, что будет, если вы вот здесь что-то не сделаете. Просто если вам интересно, еще посмотрите действительно отрывки курсов. Первое занятие, можно базового уровня посмотреть, можно эпизоды посмотреть. То, как это происходит внутри. Немножко погрузиться, заглянуть за кулисы. Вот. И помните, что до 30 ноября, до 30 января осталось совсем немного времени, пока действует промокод и уникальная низкая цена. Вопрос поступил от Татьяны. Есть ли более бюджетные аналоги программы или все не то? Я не скажу, что все не то. Аналоги есть. Прямой аналог это компас. Компас 3D и NanoCAD. Они дешевле. И они практически полностью повторяют функционал. Некоторых полезных функций там нет. Но тем не менее, аналоги есть. Вы можете, повторюсь, да, освоив автокад, вы сможете легко работать в любой другой аналогичной программе. Эта база, она на всю жизнь. Два часа прошли незаметно, все по делу. Я уже оплатила базу заранее. Мария, увидимся на курсе. Буду вас ждать. Это здорово. Ну все, тогда мы на сегодня заканчиваем. Еще раз благодарю вас за внимание. Искренне. Спасибо. Желаю вам хорошего вечера. Кому-то уже ночи, как у меня. У меня уже практически следующий день начинается, календарный. Все, спасибо вам. Всех обнял. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok